я не знаю слышно вам или нет но это дерево издает звуки я поняла по звукам что там птенцы и вчера иду мимо этого дерева остановилась послушать птенцов оттуда раз и выглянула голова дятла всем привет дорогие друзья с вами ирина и сегодня я вас опять беру в лес потому что хочу вам кое-что показать это дерево с дятлами ну как оказалось здесь все сами для от дятла привлекло меня еще несколько дней назад я постоянно слышала там вот это вот песчание но вчера я увидела кто живет в этом дереве озадачивалась вопросом буквально недавно как появляются дупла в этом видео я вам тоже расскажу но самое первое что я вам хочу показать и ради чего собственно сегодня взяла камеру несколько дней назад в нашем лесу проснулись орхидеи лесные орхидеи известны еще многим под названием венерин башмачок идем сегодня поискать эти цветочки вообще в всего в россии насчитывается пять видов венерины башмачка и я в нашем лесу обнаружила два сегодня пойдем искать один я точно знаю что найдем 2 под вопросом потому что очень очень мало этих цветочков кстати заметили что утята подросли чуть чуть больше стали прошлого раза как я их видела там тоже в кустах снимала сегодня тоже они были далековато снимала на зуме ну видно разницу что утятки подрастают уже если я вам показывала несколько дней назад какой у нас лес весь жарках огоньках то сейчас уже они отцветают их становится все меньше листики опадают а купены становится больше то есть у нее вот эти колокольчики уже так вот раскрываются лес вообще вот меняется прям на глазах я поэтому вас с собой вожу чтобы вам показывать как это все происходит а вот и раскрытые колокольчики купены вот так вот они выглядят ну блин ну ландыши и ландыши у нас второй день стоит жара лето наступило наконец таки можно ходить уже в футболках в легком одеянии это радует хотя мама сказала что сегодня наверно гроза будет посмотрим дожди тоже идут часто но вчера был прям чудесный день и сегодня тоже вчера ходила на разведку посмотреть где можно вам поснимать венерины башмачки а вот и нашла смотрите раз два три четыре пять вам наверное в общем плане не видно но вот они такими тоже островками растут и не так легко их найти среди зелени вот этот еще только распускается витки у этого растения одиночные и в нижней части соцветия выступает вот такая вот губа лепесток который имеет форму емкости да как будто как башмачок реально цветки башмачков это типичный пример цветов ловушек внутри собирается нектар и привлекаясь на вот эту вот красивую окраску на запах насекомые попадают внутреннюю полость вот этой губы и чтобы выбраться из этой ловушки им приходится пройти путь который гарантирует опыление опыление этого цветка вот такая вот природная хитрость такую ловушку используют цветочные пауки они плетут свои сети внутри вот этого вот бутончика и тем самым ловят насекомых я честно говоря не видела пауков но по крайней мере об этом вот пишут конкретно вот этот вот вид я говорила что в россии 5 видов растет венериных башмачков вот этот вот называют пятнистым такая вот маленькая лесная орхидей к вот эти вот вот этот вид он вырастает кому до 30 сантиметров высоту малыш называя этот цветок орхидея я не шучу на самом деле это растение принадлежит к семейству орхидных наши вот такие вот лесные орхидеи этот цветок распространен очень широкий у него общем ареал но он занесен в красную книгу потому что он встречается довольно редко и считается уже растением который исчезает растение размножается как семенами так и корневищами его семена напоминают пыльцу и очень часто застревают на листьях деревьев и кустарников любопытно что семена прорастают только в симбиозе с почвенными грибами семечка попадая в споры грибов развивается очень долго примерно три года до первого вот схода из-за этого это растение отделят вегетативным способом раз умножают и отделяя уже такие 4-5 летние корни в общем путем вегетативным путем всего раз разводят потому что дождаться когда семечки вырастут мы прям очень 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 долго кстати из-за вот этого что это растение недостаточно изучена и очень такой вот долгая долгий период выращивания его не используют в медицинских целях хотя растение содержит аскорбиновую кислоту танин и эфирные масла и в принципе в народной медицине его используют жители сибири и тибета используют это растение как и лекарство от головной боли от бессонницы при эпилепсии сердечно-сосудистых заболеваниях шизофрении судорогах у детей в народе опять же есть поверье что собирать цветки орхидеи лучше в полнолуние тогда у него в общем максимальная концентрация свойств полезных но прежде чем цветок появится на свет должно пройти около 10 лет поэтому вот я говорю что в медицине это растение не для медицинских целей не выращивают самая древняя находка башмачка оценивается возрастом примерно 8 тысяч или даже 10 тысяч лет по другим источникам 30 тысяч лет назад на берегу реки березовка в тульской области в вечной не за мерзлоте был найден мамонт а во рту у него нашли остатки растений и в общем по установили что то что у него было во рту как раз вот относилась к этому виду вообще научное название ципрепедиум и к нему тоже вот несколько можно сказать цветов несколько растений относятся вот это как раз те самые башмачки по-научному единственный минус в лесу это комарики которые пытаются укусить ну что наверное пришло время рассказать вам легенду про венерины башмачки и почему именно так называется это растение утята утята побежали побежали из-за кустов плохо видно утят они такие забавные ну я думаю что всем понятно почему венерины башмачки названы именно так потому что по форме эти цветочки напоминают именно башмачки и есть несколько легенд и практически все легенды как раз связаны с богиней венерой по одной из легенд это богиня убегает преследователей где-то в лесу убегала от преследователей и обронила свой башмачок и на этом месте вырос цветочек прекрасная орхидея по другой легенде она также обронила свой башмачок и человек который увидел потянулся было к цветку ой потянулся было взять этот башмачок но он тут же превратился в цветок в общем вот примерно все вот вот примерно вот такие в общем легенды вот так объясняется происхождение этого цветка опять же вот я рассказала о полезных свойствах которые приписывают этому растению самолечением опять же не занимайтесь потому что корни и стебли этого растения содержит ядовитые вещества было замечено что растение это чаще встречается в тех лесонасаждениях где сочетаются сосны и березы это как раз вот ребят наш случай с вами у нас и сосенки и березки и вот как раз в этой части лета леса где больше берез тут как раз вот их больше всего от травоядных животных растения защищается ядовитым соком который накапливается в листьях растения пишут что цветок источает ванильный аромат я честно говоря не заметила информация об этом цветке была занесена в красную книгу ссср в 1984 году я сейчас пытай попытаюсь найти вам второй вид этого растения который растет в нашем лесу и показать вам вон внизу внизу вот и девятой Молодец, молодец. Молодец. Иди, быстрей, быстрей. Пока я о поиске второго вида орхидей, я хочу вам рассказать новости, которые у нас тут случились. Говорят, в черте города видели на днях или вчера мишку. Примерно двухгодовалого по размеру, то есть не сильно большой медведь. Поэтому с одной стороны, знаете, хочется пойти в тот район, погулять, чтобы встретиться, заснять. Но это я с приветом в некотором смысле. Конечно, опасно. Я, конечно, не пойду. Вот у нас такая новость в городе. И вторая новость, что по району, где-то тут недалеко, Ленинградский проспект, это у нас, бродит дикая стая собак. И каждый раз, когда я иду гулять, мама меня предупреждает, говорит, Ирин, ты там не шарься, там собаки дикие. У меня на этот счёт есть своя точка зрения. Она заключается в том, что всегда притягиваются противоположные энергии. То есть если во мне нет агрессии, насилия, то я не притяну никогда, соответственно, противоположное или такое же. То есть на каждого насильника всегда есть жертва и наоборот. И ещё агрессия порождает агрессию. У меня такое состояние миролюбивое, поэтому я просто верю, что со мной всё будет окей. Ну, конечно же, как говорится, Я, до бога, надейся, сам не плашай, осторожность, она никогда не бывает лишней. Очень люблю снимать, но каждый раз я стесняюсь людей и очень люблю снимать людей. Но у меня пока ещё не хватает смелости вот так вот в открытую разговаривать, спрашивать что-то. Ну, если это, конечно, не какая-нибудь там экскурсия, да, где вам самому всё рассказывают и показывают. В общем, вот где-то в этом районе уже должны появиться эти венерины башмачки, которые я ищу. Где-то здесь я их вчера видела. Но здесь пока обитают те, которые мы с вами уже видели. Их с каждым днём становится всё больше и больше. Ура! Нашла, 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 нашла. Пока только один цветок, но нашла. Это башмачок крупноцветковый. Его растения, его цветки достигать могут чуть ли не десяти сантиметров в длину. Вот такой вот крупненький, красивенький. Вот такие вот орхидеи у нас в лесу прорастают. Башмачок крупноцветковый, он более заметен, но его реально очень-очень мало. И буквально вот я то два встречу, да, если вот пятнистых их много, то вот эти вот прямо, прям редкость на самом деле. Очень-очень мало. Сейчас вот хочу показать, может быть, увижу вам ещё, как вот ещё нераскрывшийся. Он очень интересно тоже смотрится. И когда я первый раз увидела, он как раз был нераскрывшийся и очень интересно смотрелся. Я даже сначала подумала, что это фиолетовая сунтрава, хотя ей уже не время. И рисов тоже гораздо больше стало. Вот ещё один раскрывшийся. Я сейчас прям очень-очень удивлена, потому что в траве я нашла ещё один вид нашей Венеры, венериного башмачка, нашей орхидеи. Это тот самый башмачок, про который как раз и сложена была легенда, что туфелька была у богини Венеры жёлтого цвета и с лиловыми, ну, типа завязочками. Вот он, венерин башмачок настоящий. У него жёлтая вот эта коробочка. Вот, смотрите, третий вид. Я говорю, что каждый раз, когда я прихожу в лес, лес меня чем-то удивляет, каждый раз впечатляет. То есть, видите, получается, у нас три из пяти видов прорастают. Вот ещё один прячется. Тоже с жёлтой. Но их реально мало-мало. Хотелось бы, чтобы было больше. А поэтому не рвите, пожалуйста, цветы. Это одна из причин исчезновения этих растений. То, что люди выкапывают там для своих огородов, для букетов и не дают цветку нормально развиваться, нормально расти, давать семена. Берегите, пожалуйста, природу. Такие прелестные цветочки. Мне очень хочется верить, что эти видео интересны, полезны вам, и дают какую-то такую долю расслабления, наслаждения, может быть, этими моментами жизни, понимания, насколько красива жизнь, насколько красива природа, в которой мы живём, насколько прекрасна наша Земля. Если вы ещё не подписаны, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в Телеграм-канал, где я публикую информацию о том, что вышло новое видео. Иногда бывают там статьи и фото. А в Ютубе не забудьте поставить колокольчик, иначе вы можете не увидеть оповещения о новых видео. Так работают алгоритмы. А ещё в лесу у нас зацвёл шиповник. Так же зацвела костяника, скоро будут ягодки. И появились завязи, первые завязи лесной малинки. Будущие ягодки. Кстати, более такие свеженькие цветочки-костяники. Я явно этому псу понравилась, потому что он всё время ко мне прибегает. Пёсик. Очень многие собачники у нас в лесу здесь выгуливают своих собак, и бывают очень с большими собаками гуляют. Такое излюбленное место. Потому что дома, в общем-то, недалеко, всё рядышком. Субтитры подогнал «Симон» 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 дачилась и сегодня готова вам чуть-чуть немножко об этом рассказать вообще причин появления дупла множество основной причиной появления дупла конечно же является обнажение сердцевины дерева и и измягчение чаще всего происходит это там где отламывается ветка дальше как-то либо погода влияет вот на эту ранку от дерева воздействуют какие-то там червячки начинают точить соответственно дятл начинают выдалбливать вот это вот место кстати про дятлов дятла никогда два года подряд не селятся в одном дупле они делают дупло и на следующий год создают новое не повторяются конечно же это происходит в основном в старых деревьях которых уже начинаются процессы какие-то там гниения внутри вот в дуплах заселяются птички заселяются животные какие-то и начинают приводить дупло уже в то и в тот вид которым потом они живут как хорошо все-таки в лесу погода классная и звуки классные и картинка интересная вообще величина дыры вот этого дупла зависит от того насколько большая ветка была отломана сломана насколько сохлась сердцевина насколько мягкая она ну и сколько всяких там вредителей уничтожителей завелось как правило температура в дупле на 1-2 градуса выше чем снаружи особенно вот зимой а если там кто-то живет то на 4-6 градусов выше сейчас приближаюсь к тому дереву где вот с которого начинала свое видео с того дупла где пищат маленькие дятлы вот если мы не увидим какую-то похожую картину я вставлю вам фрагмент который вчера на телефон засняла конечно ужасном качестве но эту голову дятла вы увидите но очень и хотелось бы чтобы эта история сегодня повторилась и 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 тут же прилетел, отлетел, как и вчера, на другую ветку, отвлекает. А может, не отвлекает, а просто подкармливает, постоянно прилетает. Но вчера у меня было такое ощущение, что он вылез, долго смотрел, смотрел, а потом пересел на ветку другую и начал кричать, издавать какие-то звуки. Вот, видите, все-таки удалось посмотреть, как дятел прилетает к своему гнезду. Ну а на этом я буду с вами прощаться, у меня все комары закушали. Вот, увидимся с вами в новых видео. Пока-пока, рада была с вами увидеться. Вот это власть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok